здравствуйте друзья хотел рассказать что вот мы с лёли из аргентины вчера посидели так поболтали пытаясь сформулировать какой-то путь для нее потому что по-английски лёли пока не говорит зато говорит по-испански то есть как бы она может работать там где много испаноязычных а в калифорнии с этим миром никаких проблем не но все-таки ей бы не хотелось всю жизнь вот на такой работе быть соответственно и надо получить английский потом может быть мы не знаем у нее пойдет не пойдет и никто не знает она присматривается к тестированию на самом деле лёля прошла курс по тестированию в аргентине уже зная такое дело она прошла курс в аргентине на испанском языке и я вчера массу слов узнал которых не знал никогда то есть я их знал на английском собственно я их и по русски то не не всегда знаю в общем интересная такая история у нее высшее образование экономическое так что в принципе почему нет но но вот вопрос где жить потому что здесь дилемма какая здесь вроде работы много и работа ну получше оплачивается чем я не знаю может быть сакраменто там в двух часах отсюда но в сакраменто жить дешевле и вот это вот вилка понимаете там где дешевле жить там обычно меньше платить где легче проходить вот эту первичную адаптацию оптимизировать как да то есть где проще с другой стороны это же не только деньги это еще вопрос того что люди вокруг какой-то круг общения и в принципе лёля не привыкла пообщаться в русской тусовки в аргентине я думаю того и особо и нет так чтобы прям вот так пообщаться но в этом случае это не что-то такое чего ей не хватает сильно в жизни но тем не менее некоторые удобства есть то есть я думаю что если бы в аргентине эта тусовка была и например такая мощная как вот у нас тут в кремниевой долине где люди в состоянии помогать друг другу не только вот там в русский магазин сходить но просто в любой профессии там если им которые могут помочь если иметь круг знакомых хорошие так далее здесь с этим нет проблем никаких с кругом знакомых вот у нас впереди машина такая везет автомобиль я не знаю удастся нам с ней поравняться или нет но вы можете посмотреть как возят здесь автомобили в больших количествах впереди немножко справа и вот в ходе этого разговора я для для лёли сформулировал но может быть я для вас тоже вот повторюсь какие то есть все таки правила которые ну не обязательно именно так придерживаться пусть ты не знаешь как у тебя сложится конкретно но по всякому случае надо понимать что это имеет место в жизни значит есть такое как бы правило что не обязательно все все хорошие вещи которые ты хочешь случаться с тобой сразу вот допустим первая работа первая работа не обязательно сразу и денежная и близко к дому и с бенефитами и с тем что ты там практикуешься с английским языком и это в твоей любимой профессии в которой ты хочешь развиваться понимаете очень много нагружена на первую работу вот в таком раскладе если меня спрашиваете это то что я вот вчера сказал это то что первая задача которую надо решить эта задача материального самообеспечения пусть это будет скромный какой-то стандарт но ты не тратишь деньги которые с собой привез потому что когда у тебя тают деньги которые ты с собой привез возникает очень стрессовая ситуация в которой денег у тебя все меньше и меньше а когда это прекратится и деньги начнут ну ну хотя бы не убывать а еще лучше пребывать на твоем счету банковском или там под подушкой кто как обходится ответа же нет на этот вопрос поэтому значит я считаю что если первая работа будет тебе давать достаточно денег просто для того чтобы выйти на уровень самообеспечения скромненький в конце концов ты можешь пожить с румэйтами и это даже неплохо пожить с румэйтами потому что с языком там можно подобрать таких румэйтов чтобы было какое-то общение на на том языке на котором тебе нужно или наоборот ты хочешь чтоб с румэйтами можно было по-русски там или по-испански это отдельно кому чего но во всяком случае с румэйтами скромненько там и любая работа но абсолютно любая там даже на 10 долларов в час уже покроет тебе там и жилье и и питание и какие-то основные там расходы необходимые тогда после этого ты будешь искать работу поближе более приятную более денежную но скорее всего это будет что-то такое там по одному да там ходи по одному не ошибешься вот тут немножко выиграл поменял работу еще немножко выиграл поменял другую иногда бывает что выигрываешь сразу в нескольких аспектах конечно это 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 бывает но просто необязательно самый самый первый твой опыт будет включать тебя много компонентов которые хотелось бы иметь но двигаемся дальше ничего страшного то же самое происходит с жильем это как бы дал человек приехал ему нужна работа ему нужно жилье жилье снимать можно в двух ситуациях в принципе в двух ситуациях ситуация первая тебя приперло вот ты приехал так ты свалился с самолета и ты живешь на первом гостинице это дорого и для тратишь деньги и ты но не то что думаешь ну ну еще пару месяцев там поищу поинтереснее что-нибудь нет ты берешь первое что более-менее приемлемое и съезжаешь туда это может быть опять это может быть не так близко как ты хотел бы к тому месту это может быть не так дешево как ты хотел бы это может быть не так комфортно как ты хотел бы за эти деньги там и так далее но по совокупности всех условий в частности вот там проживание в гостинице Или у людей, которые сказали тебе, ну недельку можешь у нас пожить, а неделька подходит к концу Или допустим родственники, которые вы думали, что они будут рады вас держать в своем доме до конца вашей жизни за бесплатно А они говорят, ну вот там пожил немножко и давай Значит многие испытывают разочарования в этой области, не суть Первое самое жилье не обязательно будет идеальным по тем критериям, которые у вас есть в отношении жилья в момент приезда Ну потихоньку, значит вот следующее жилье у вас будет лучше Вот допустим у нас тут сейчас лето было, ну сейчас лето заканчивается уже, конец августа И например месяц назад был пик в цене Ну хорошо, так ты берешь то, что ты берешь Допустим там берешь помесячно А потом придет сентябрь-октябрь, значит ты можешь переехать и будет дешевле Вот уже дешевле, я замечаю, что у нас на днях ребята пошли сняли квартирку ван-бедром за 1800 Вот-вот пару дней назад Таких цен не было еще, допустим, 2-3 недели назад таких цен не было Это бы стоило им 2000 То есть говорили, что будет, но вот будет, надо подождать там несколько недель Вот они пришли эти несколько недель уже дешевле Поэтому сиюминутный расклад не всегда самый идеальный Я знаете, что вспомнил, пока говорил Я занимался, когда вот борьбой самбо В детстве у меня такой опыт был В подростковом возрасте И вот Анатолий Аркадьевич Харламдьев, создатель борьбы самбо Я у него в секции занимался, очень мудрый был человек И он как-то рассказал такой эпизод, что он демонстрировал борьбу самбо В 37-38 году перед руководством Красной Армии И там что-то они делали, какое-то показательное выступление И у него была курточка новая, неразмятая, знаете И он не смог там какое-то сальто делал Отскакивал от противника, делал какой-то сальто Не смог руку выпрямить, так как он предполагал И, в общем, неудачно приземлился, сломал руку Сломал руку, значит, засунул ее сзади, там, за пояс И продолжал бороться одной рукой Ну, типа, демонстрацию свою делать, значит И я ему тогда говорю, что... Ну, то есть, история... Я говорю, а к чему вы клоните? Он говорит, побеждать, говорит он, надо в любой ситуации Ты не можешь сказать, вот я не стал чемпионом, там, СССР Или, там, чего там, чемпионом Потому что в этот момент у меня болела рука, болела нога Чесалась, там, в одном месте Или, там, девушка меня бросила, там, и так далее Чемпионы побеждают всегда А всем остальным людям мешают обстоятельства стать чемпионами Ну, так, мой такой экстремальный случай, значит, я к чему это вам, значит, все рассказываю Потому что, да, и он говорит, что никогда в нужный момент у тебя нет абсолютно идеального расклада Того, что тебе нужно для победы Так не бывает Это у кого-то бывает, не у нас Идеального расклада не будет никогда Значит, побеждает тот, кто побеждает не при идеальном раскладе с течением всех обстоятельств А который побеждает независимо от того, есть идеальный расклад или нет идеального расклада Он его даже не создает Сам свой идеальный расклад Нет, он говорит, я побеждаю То есть, надо иметь запас прочности Вот об этом речь И... Соответственно, вы приехали У вас есть какие-то представления о том, что для вас хорошо Все отлично Но просто вы должны к этому добавить Это не обязательно произойдет мгновенно Это может потребовать некоторого времени Ситуация на рынке меняется Ситуация с количеством людей, которых вы знаете, вот лично Которые вам могут сказать Ты знаешь, что у нас в комплексе, вот там, квартира освобождается через неделю И обычно вот такие, как сказать, хорошие делы Да, то есть, вот То, что вам действительно хочется и всем хочется Оно не рекламируется на каждом углу Вот нет, вот видите, вот мы не едем Мы едем по улице, здесь не написано нигде Только в нашем доме, только сегодня там на 30% дешевле Нет, не пишут Потому что это расходится вот как-то так через знакомых Люди знают и вам сказали Значит, вы еще не знаете столько народу, которые вам бы сказали А это приходит, это же нарабатывается со временем Значит, вы приехали, там какая-то тусовка Вы пошли на партию, вы пошли на барбекю Вы познакомились тут, познакомились там Вы показались у нас на канале, кстати Да, вот мы видео сняли Ну, если вы у нас Если вы не у нас, значит, там еще блогер есть какой-то рядом Ну, что же, всюду блогеры есть, всюду их смотрят Поэтому показали, рассказали Там, раз вам звонок там, или там email там, или что-то с людьми Задружились Поэтому это нарабатывается Это вот как бы со временем приходит Можно, конечно, пытаться кое-что из этого Заранее подготовить соломку, так сказать Подстелить заранее Ну, конечно Но все, что можно сделать заранее Очень даже неплохо сделать заранее Без иллюзий Без иллюзий о том, что заранее можно сделать абсолютно все Кто-то когда-то где-то рассказал Что вот он такой умный Или там кто-то был такой умный Вот тот он там заранее сделал так и в лотерею кто-то выигрывает, понимаете, всегда кто-то еще, вот я не знаю, может из вас кто-то там миллион выиграл, хотя у меня был паренек, а тут он написал, что выиграл в лотерею, а потом остался без штанов, такая грустная история, тот комментарий написал, привет ему передаем, пусть не огорчается, значит, масса народа, которые вообще никогда ничего не выиграли, ну, что ж теперь переживать, так что, вот такие пару правил, которые я хотел сформулировать по итогам разговора с Лелей из Аргентины, за которой мы еще будем пристально наблюдать на канале Голос Силиконовой Долины, а я прибываю на рабочее место, тут мне говорят, а покажите рабочее место, покажите, как вы работаете, там все дела, ребята, мы показываем, у нас есть плейлист на канале, называется Портноп Компьютер Скул, и там очень-очень даже все показано, мы постоянно снимаем, не то, что вот там, знаете, это редкий случай, постоянно снимаем, счастливо!